Ребятки, привет! Сегодня у нас приглашен эксперт вагон. У нас времени немного, поэтому выиграем вот так, как выиграем. Пиво бутылочное. Это, во-первых, стакан уже использованный на сегодня. Да, к сожалению, вот так. Походные условия практически дворовые. Все, мне создали вообще просто полностью непонятные условия. Ну, балык же есть. Балык есть. Начнем мы с Кордымовского. Почему-то вот у этих ребят, 5 градусов, да, если они обозревают бутылочное пиво, у них оно все заканчивается на название кое. Какое-то. То есть, не какой-то там туборг, да, там. А мы такой не можем. Какое-то Пятигорское, Майкопское. И это что у нас сегодня? Кордымовское. Кордымовское, да. Ну, попробуем. Я очень плохо отношусь к бутылочному пиву. Не знаю, если они попробуют меня сейчас переубедить. Ростовский завод солнечный. Кордымовское. Ну, солнечное, это нормально. Я там в лагере вожатым отработал пару дел, Дрюх. Пару месяцов. Я тебе даже ездил-то, я помню. Да, был дел, был дел, был дел. Так, ребятки, Кордымовское. Вот такое, ростовское. Солнечное. Ну, насчет запаха вам не могу сказать, потому что это пропитано старым пивомышем. Ну, это я могу сказать. Нормальный пивас. Медом пахнет, еще не пробуй. Медом пахнет. Это просто чем-то непонятно, блядь. Ну, это какой-то не слишком пивной запах. Позвольску все нормально отталкивает. Кислит, кислый. Нет. Где волоски слив, блядь, я не понимаю. Кислый, блядь, кислый. Блядь, кислый, блядь. Хочет пахнет медом. Кислит, да пахнет реально медом. Ну, что, мой вердикт, говно. Мой вердикт, говно. Нормальный. Говно. 4,2 градуса. Не шибко, плотный. Ну, такое, блядь, знаешь, как. Ну, середняк. Нет, середня. Это обычный середняк. Я его не хочу и нахвалить, и не нахваливать. Нормальное пиво, блядь. Как я вообще, как я понимаю, пиво говно или не говно. Смотрите. Если я полтораху вот этого готов выпить, значит, не говно. Ага, ты вон как. Да. А если вот я вот больше вот того, что у меня налили, блядь, я не выпью. Подожди, а как же с крафтом тогда? Его никогда не выпью. Ты меня еще на крафт позови. Я вам такой, блядь, обзор сделал. Все подписчики отпишутся, нахуй, блядь. Придется вот именно заморочиться и крафт. Поехали дальше. Пятигорская. Мы знаем все Пятигорск по Жорь Вартанову, да, или как вот? Жорь Вартанову! Пятигорский пивзавод, все просто. Зелененькое, редкое такое. Да, да, да. Она даже когда сдавали бутылки там в 90-х, она ценилась больше, чем коричневая. Слушай, ну я не настолько эксперт, как бы, чтобы по сдаванию бутылки. Я сдавал, конечно, их, но никогда не думал, что они дорогие. Дороже, зеленая была дорогая, хорошая. Запах Балтики ебейший. Да, это прям магаз. Прям Балтика. Ну вот, наверное, да, я пробую. Я не знаю, как пахнет Балтика, но прям... Ну вот так, ну что ты Балтики никогда не пил? Ну пил, когда, блядь. Вкус не такой, немножко, нет. Запах Балтики, а вот вкус не Балтики. Вкус. Вот это, кстати, мне, на мой взгляд, приятнее, чем... Вкус приятнее. Кислинки нет, оно приятнее. Нет, 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 вкус ништяк. Прикольнее. Неплохой вообще, потому что зеленая бутылка. Вот чем дело-то, блядь, оказывается. Вот тебе и Пятигорск. Неплохой пиво. Вообще кайфно, да. Очень хорошее, да. Никогда не думал, что скажу так про магазин, про бутылку, блядь, но... Прям круто. Даже вода, чувствуешь, что вода хорошая. Скорее всего, вот минеральные воды. Это из минеральных вод, там, заводят, конечно. Чего скажешь? Вода решает в пиве, все-таки, дохуя чего. История про минеральные воды какая? Я, когда ехал на Дембель из Нужной Осетии, первый город в России у меня был минеральные воды. Мне там сразу приняли мусора. Ну вот... Потому что ты не купил там этого пива? Наверное. А я же не в Пятигорске ездил. Ну, пил хороший, 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 бутылки, блядь. Нет, вообще хорошее пиво, блядь, прямо адекватно, адекватно. Адекватно, да. Вы меня сейчас удивили, парни. А 4 месяца всего лишь срок хранения, кстати. Я не знаю, почему. 4 с плагинами, да. То есть пиво вообще классно. Пиво пиво, да. А плотность сколько там? 12. 12, ну и хорошо. 12, как у Петровского. На удивление, очень вкусно пиво. Ну, а следующий, Майкоп. Ну, последнее, Майкопская будет у нас. Да, но Жигули, сорт называется Жигули. Ну, я боюсь то, что это пиздец. А мне почему-то кажется, что это важно. Вы же обозревали уже Майкопскую. Не то, да? Да, не то, нет. Мы просто Майкопскую обозревали. Майкопская, Хадыжевская, вот ссылка переходите. Ссылки будет вот здесь. Ссылки, блядь, вверху. Вообще, да пиздец. Независимый эксперт, блин. Майкопская, эксперт, да. Эксперт, да. Ну, вот эксперт базара не дал, чтобы, блядь, обращаешься к тем, кто шарит, блядь. И те, кто обсирает. Свет приятный такой вот, прям, приятно светлый слег. Ну, да, он как разливовчик, примерно. Запах странный. Я вообще не чувствую запаха. Есть вот, кремово-дрожжевой. Да, да, вот что ты какой-то, это, крем. Молочный коктейль, что-то такое. Кайф, кайф. Хотя железник, по-моему. Это лучше, чем предыдущие, даже. Да, ну, нахуй. Да, круто. Прям пиво. Прям это, это, и попить летом. Вообще, прям, вообще, вкусно. Это вкусно, как минералка, хорошая. Как говорят, негоже к благородным господам утолять жажду безалкогольным напитком. Это вот то самое, что нужно. Мало того, что это прям жигули-жигули. Да, кури, еще и вкусно. Но она настолько мягкая, вообще, блядь. Мне это круто. Это не мой, бро. А ты чего? Я не знаю, мне он не понравился. Ну, почему? Я объясню, почему. Я вновь, муж, никогда не может объяснить сладость. Я объясню. Да нету сладость, вообще нет. Все, что вы с Максом срете, ему нравится. И все, что вам нравится, он срёт. Но иногда бывает пересечения, как говорите. Иногда бывает пересечения, когда у нас сходится. Это редко бывает. Ну, вот, я не знаю, мне очень понравилось. Вообще заебатая. Я не знаю, блядь, подведем итоги. Вы что, меня хотите убедить на бутылочное? Да. То есть, оказывается, есть хорошие бутылочки. Но ты думал, специально везли. Просто оно не в пятерке, это откуда-то надо привезти. У нас даже и в городе нет этого пива. Прикинь, это мы везли, блядь, с Саратова, ёпта, с пивной ласки. Блядь, ну это очень круто пиво. Мне тоже по-каисто. Ребят, подытожим наш короткий выпуск. Подытожим то, что у каждого слой есть. Даже Антон, который вообще не признаёт магазин. Абсолютно не признаю бутылочного. Согласился, что два из трёх претендентов оказались нечёные. Очень хорошие. Но последний пиво мне не понравилось. Первое говно, прям, ну, вот для меня. Я говорю... Бардыновская вот эта. Вот смотри, вот этого и вот этого зелёного. Я бы с удовольствием выпил 34 бутылки. 34? 34 бутылки, да. Вот это нет, я не смогу столько выпить, поскольку оно кислит. А вот это... Ну, парни, удивили, что могу сказать. Ну, видишь, вот даже... Нет, ни первое, ни второе. Мне не зашло. Отсюда вот, видите, что мне нет. Да, а здесь просто фикс-прайсный вкус, блядь, точно. И просто магазный вкус фикс-прайс. Кислинка, магазин. Нет, даже не магазин. Она просто кислая. Магазин, у него же есть специфический вкус магазин. Да, да, консервантов, как правило. Да, консерванты. Тут вот эти вот хорошие представители. Ну, я знаю, почему. Это всё юг, и это, скорее всего, из-за воды. Хорошая вода. К сожалению, да, у нас в городе такого нет. Да, у нас в маршанской вонючке. У нас в маршанской вонючке. Хотя, кстати, маршанская, как ты говоришь, иногда попадается. Иногда. У меня в ларьке почему-то оно всё заебало. Вот я недавно... Как будто это отдельный какой-то завод там с мистер делом выпивал здесь на лавочке, блядь. Он пьёт маршань. И он прям гордится. Он говорит, какой крутой, блядь, попробуй. Ну, я стакан с ним выпил, такой, че, хотела с пивом, нахуй. А вот людям нравится, видишь, до сих пор. Ну, видишь, удивительно, да. Причём он пьёт маршань, не раздельно, а я не знаю. Сколько людей знаешь, столько мнений. Вот опять же, мне не разделились, и ты, Саня, правильно говоришь, что сколько людей... Блядь, мне, допустим, не понравилось. С маршанью отдельный разговор. Она мне вообще нигде не нравится, кроме ларька возле моего дома. Как будто как отдельная партия куда-либо как плилась. Причём, знаешь, в чём прикол ларька около твоего дома? Это ларёк, который, он 24 же, да? Да. Это не от завода. Не от завода. Вообще непонятно. То есть абсолютно вообще... Абсолютно ли? Когда раньше вот ларьки были, которые до 11, у меня жена там, кстати, работала в своё время, там, да, ты думаешь, что с завода свежак. И причём она даже тогда говорила, она там, принесите это там пару-полтора. Вот я знаю, что свежак, всё, вопрос закрыли. Она знает, что не свежее, естественно, она не будет. Я там даже к ней приходил, там даже к ней пивка. Не-не, вот это бери, вот это не бери. Это от завода, это понятно. У тебя вообще непонятно, почему она там хорошая. Да я тоже не знаю. Ну, оно действительно, блядь, оно прям ебёт другие маршани. Ну, видишь как, да? Я вот из-за чего? Я долго ненавидел. А потом, знаешь, на безрыбец работа приезжаешь, никуда не хватал, ты возьмёшь бутылочку, блядь, нормально. Я сначала там брал только дункель. Думал, что, ну, дюнкель, дюнкель. Думал, блядь, это, видимо, дункель удачный. А потом взял ради прикола другой, всё, тоже заебись. Думал, да что такое-то? Ну, может, маршань научился сварить, пошёл в другом магазине, взял. Говно. Просто вонючая, дрожжевая хуйня. Что? А ты вспомни, раньше мы котировали с тобой бутылочная маршанская, когда ещё оно более-менее было, но тот М. Да, М-ка была. И это прям вообще очень хорошее. Даже крепкое, 9 градусов, оно было, оно и то хорошее было. Оно даже было вкуснее, чем Амстердам-навигатор. Естественно, блядь. Хотя Амстердам считался эталоном вкуса. Среднекрепким, да, да. Ну, вот так вот, ребята. Переходите по всем ссылкам, подписывайтесь. Ну, и пошаще... А ссылка на него тоже будет. Да, на меня не надо ссылку. Вы вообще напишите, блядь, нужно ли я в обзорах. Да, напишите вообще ваше мнение. Я уже не первый раз. Как бы вот, фагун. Но сегодня, сегодня меня удивили. Нужен нам фагун или нет? Да, да, нужен ли вот такой человек, который... Сейчас голова сразу напишет, пошёл нахуй, блядь. Всё время рубит, да, какую-то свою тоже тему. Вот видите, вот совершенно не признают магазинные пивасы. Абсолютно. Но ради него мы и привозим вот таких вот, чтобы немножко вот стереотип... Да, и очень удивили. Я прям сейчас допью даже. Ну, всё, ребят, пока. Оооо. Ооо.